Бесплатно позаниматься с инструктором может любой желающий. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия различными видами спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. Спортивные площадки с тренажерами и снарядами для воркаута появились во многих дворах Сарова. Но не каждый человек знает, как правильно заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. В сквере 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, оборудованием для сдачи норм ГТО. Здесь же можно поиграть и в настольный теннис. Здесь упражнения можно сжим, лежа, становая тяга, можно выполнить гиперэкстензию упражнений, отжимания на борусьях, то есть как бы жим сидя. Это силовые упражнения. А также на настольный теннис, баскетбол и волейбол. Региональный проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт норма жизни» реализуется несколько лет. Все желающие могут выбрать физическую активность на любой вкус, а также получить помощь специалиста по спорту на физкультурных площадках города. Консультации инструктора абсолютно бесплатные. Дети тоже могут найти здесь занятия по душе, игры с мячом или командные соревнования. Специалисты Центра внешкольной работы приносят с собой необходимый инвентарь – скакалки, мячи, ракетки для настольного и большого тенниса. Тут можно кидать кольцо, заниматься спортом, отжимались, играли в теннис, приседали, поднимали в лежачем режиме. Когда приходишь со школы, делаешь уроки, я прихожу сюда. Ну, тут есть кольцо, можно чем позаниматься. У меня есть свой баскетбольный мячик, я сюда хожу. Ну, тут можно еще поподтягиваться. Очень люблю заниматься спортом, это полезно, но весело, приносит радость, интересно. А каким видом спорта увлекаешься, занимаешься? Я увлекаюсь бегом, теннисом, баскетболом, подтягиванием, ну и лазанием. Я занимаюсь, да, на тренажерах и играю тоже, но с другими, с друзьями, со знакомыми, с родителями. Для людей серебряного возраста предусмотрена отдельная физкультурная группа на площадке по адресу Силкина 20. Здесь инструкторы по спорту работают с понедельника по среду с 9 до 12 часов. По улице Казамазова 10, со вторника по четверг с 10 до 13 часов. Площадку в сквере 22 микрорайона по Павлико Морозово можно посетить с понедельника по четверг с 16 до 19 часов. Проект реализуют в течение всего лета. За подробной информацией можно обратиться по телефону 98103. Пять команд предприятий «Росатома» борются за звание лучших в отборочном этапе летней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиады-2023». Состязание включает семь видов спорта – легкая атлетика, плавание, баскетбол 3х3, мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон, настольный теннис. Выступление оркестра войсковой части 32-74 открыло одно из главных спортивных событий года в атомной отрасли – летнюю спартакиаду Атомиада-2023. На отборочный этап состязаний в наш город приехало 210 спортсменов из городов в присутствии госкорпорации. За право выхода в финал спортсмены в НЕФ будут бороться с коллегами из четырех предприятий «Росатома» из Москвы и Заречного. Готовились мы, конечно, серьезно готовились. Хотим победить. Для сами себя, прежде всего, мы хотим победить, потому что у всех есть свои какие-то критерии. Мы понимаем, что есть спортсмены, которые сильнее нас. Но у нас у каждого свой уровень, и мы хотим чуть выше стать своего уровня. Мы очень рады, что могли сегодня приехать сюда. Мы уже не первый раз на этом мероприятии. Ваш замечательный город, очень гостеприимный, очень красивый. Он даже встречает нас с замечательной погодой. И мы надеемся, что праздник будет чудесный. Мы к нему, конечно, готовились. Надеемся на результат. Думаю, что все у нас получится. И всем желаю успехов. Соревнования будут проходить с 18 по 21 мая. Награды разыграют сразу в нескольких видах спорта. Минифутболе, бадминтоне, настольном теннисе, пляжном волейболе, баскетболе, плавании и легкой атлетике. Это уже пятая атомиада, которая проходит в нашем городе. Основными преимуществами Сарова в конкуренции за право принимать такие престижные соревнования стало наличие современной развитой спортивной инфраструктуры, которая позволяет проводить состязания по разным видам спорта в удобном для зрителей и участников формате. Вот уже в последние 17-го года пять раз подряд мы с вами проводим эти замечательные соревнования. Я хочу всем сказать огромное спасибо всем любителям здорового образа жизни, всем любителям спорта, чтобы мы действительно испытали наслаждение от тех соревнований, которые у нас здесь с нами будут проходиться. На церемонии открытия глава города и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Якимов вручили золотой знак ГТО работнику ядерного центра Александру Михайлову и благодарность «Атомспорт» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Сергею Егоршину. Я знаю, многие из вас здесь уже не первый раз, и здесь у вас уже есть друзья, и эта встреча может быть даже важнее, чем те рекорды и победы, которые здесь несомненно состоятся. Атомиада – это очень хорошее и важное событие. Оно позволяет нам быть ближе и спочетнее. Продолжился спортивный праздник футбольным матчем между Орфиацвнеев и Никиэтами Недолежали. Освещал игру комментатор спортивного канала «Матч ТВ» сыровчанин Владислав Родников. Ходьба – один из самых доступных видов физической активности. Ходьба укрепляет сердце и сосуды, снижает риск развития сахарного диабета, приводит в тонус мышцы. Сколько нужно ходить пешком, чтобы это принесло пользу здоровью? Физическая активность важна для поддержания здоровья, формы и настроения человека. Среди прочих видов спорта врачи особенно выделяют кардионагрузки, прогулки, бег, плавание, езду на велосипеде и танцы. Ходьба пешком – самый доступный вид нагрузки. Она не требует специальной нагрузки, снаряжения и трат, но при этом обладает огромным положительным влиянием на здоровье человека. Существует мнение, что человеку нужно ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов. Однако не все врачи с этим согласны. Дело в том, что некоторым любителям пеших прогулок, например, пожилым или людям с избыточным весом, может быть трудно ходить на такие расстояния. Гораздо эффективнее уделять время не количеству шагов, а времени пешей прогулки. Лучшим вариантом могут быть прогулки в среднем темпе в течение 30-60 минут. Такие прогулки надо совершать каждый день. При этом рекомендуется выбирать темп, при котором у человека появляется легкая испарина на лбу, а дыхания хватает на то, чтобы поддерживать разговор, но не петь. Такая скорость полезна для поддержания здоровья сердца и легких. Всемирная ассоциация здравоохранения рекомендует взрослым людям ходить от 150 до 300 минут в неделю. При этом ходьбу можно заменить другой умеренной аэробной нагрузкой. Например, плаванием, танцами или пробежками. Чтобы занятия приносили еще больше пользы здоровью, эксперты ВОЗ призывают добавить к ходьбе силовые тренировки как минимум дважды в неделю. Подбирать физические упражнения нужно вместе с тренером, а если есть необходимость – после консультации врача. Ходьбу можно заменить на 75-150 минут более интенсивной физической нагрузки. Согласно многочисленным исследованиям, пешие прогулки несут большую пользу здоровью. В первую очередь они укрепляют иммунитет. Считается, что люди, которым много ходят каждый день, на 25% реже болеют ОРВИ. Кроме того, у них лучше работает метаболизм и поддерживаются функции жизненно важных органов и систем. Ходьба противопоказана при недавно выполненных операциях, во время обострения хронических заболеваний, в том числе гипертонии и инфекционных процессов, при нарушениях в работе порнодвигательного аппарата. По всех этих случаях до начала занятий лучше посоветоваться с врачом. Ходьба приносит огромную пользу для психического и ментального здоровья человека, поэтому прогулки на природе рекомендуются практически всем. Во время ходьбы наш организм выделяет сертонин и эндорфины, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Кроме того, снижается уровень кортизола, гормона стресса, который приводит к повышенному уровню тревоги и беспокойства. Здоровье – это система, в которой важна регулярность. Физическая активность должна присутствовать в жизни на повседневной основе. Это ключ к активному долголетию.